Друзья, это Украина-24. Витаю всех. Приходьте до нас за остальными новинами, ставьте свои лайки и, как много частейше, цитуйте нас. У нас сегодня в гостях Андрей Пианковский, а завжди в этот час. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый день, Наташа. Ну что, сегодня Зеленский предложил ради, я думаю, что это будет проголосовано, уже проголосовано, проглить военное положение в Украине, и в парламент был внесен соответствующий закон, что совершенно объяснимо, потому что началась так называемая вторая фаза войны. И, конечно же, сегодня очень нелегко приходится Донбассу, сегодня, ну, в общем-то, ад в Мариуполе, как вы знаете, Николаев, ну, соответственно, Харьков и так далее. Вот хотела бы наш сегодняшний с вами разговор начать именно с этого, потому что сегодня, как мне сказали, в Мариуполе, вот в этих подземных, ну, в подвалах, там целый город, это же военный объект, не только около 500 военнослужащих, но еще членов семей, гражданские лица, дети и так далее, им не дали зеленый коридор, не дали из этих подземных сооружений выйти. И, конечно же, без боли читать письмо Сергея Волына, который написал, ну, просто обратился к общественности, что мы не сдадимся и будем биться, но дайте же выпустить и дайте нам отдать наших гражданских в безопасные руки. Ну, в общем, ваше ощущение от того, что началось на Донбассе? А вот с утра говорили вроде бы о гуманитарном коридоре, так ничего не получилось? Пока ничего не получилось, я вам больше скажу, вчера же бомбили сверхтяжелыми бомбами. Да, они об этом хвастаются уже на своих шоу несколько дней. Да, они как бы, это же, ну, вы знаете, что это за оружие, бомбили бомбардировщики Ту-22М3, поэтому, конечно же, какие там последствия будут, только можно себе, можно предполагать. Кроме того, как вы знаете, в городе почти месяц нет воды, нет продуктов, нет ничего. Поэтому, вот, у вас же опыт огромный, да, анализы таких ситуаций. Как вы считаете, для Путина это вот такой последний, но решительный бой или что-то другое, Донбасс? Да, давайте вот вспомним, когда мы эти слова «вторая фаза» спецоперации услышали впервые. Впервые мы услышали их в выступлении генерала-полковника Руцкого 25 марта. И прозвучало, это выступление достаточно было сенсационным. Фактически он там поставил под вопросы цели войны, объявленные Путиным. Ну, помните, он говорил, да мы не собирались никаких городов занимать. Наша задача вот, и он, в общем-то, по деловому, по военному очертил. Это расширит наше вот Орду до административных границ Донецкой и Луганской области. И подобную точку зрения потом еще более решительно высказал генерал-полковник Фомин. Это ключевая фигура, в общем, в переговорах. Это не он так тихо сидит там, но это не Суцкий, Мединский, это такие клоуны при нем. В общем, похоже, что это консолидированная точка зрения генштаба. Это неудивительно, потому что косвенно они высказывали эту точку зрения и до начала войны. Помните письмо генерала-полковника Ибашова, статья полковника генерального штаба Ходоренко? Это все те их коллеги, которые сидели еще там несколько месяцев назад в одних кабинетах с ними. Естественно, они им поручили, отставникам выразить вот это сомнение в гениальности главнокомандующего. Ну, а сейчас, в общем-то, тональность у них такая, мы же вот предупреждали, Владимир Владимирович. Ну, и вот решение битвы за Донбасс, оно как бы было решением отложить этот концептуальный спор о целях войны до окончания этой битвы и ее результатов. Вот мне кажется, если к ней приходить, я согласен с большинством военных экспертов, что никаких драматических военных результатов, она не принесла, ну, кроме, конечно, гибели тысяч людей, военнослужащих и мирных. Но произойдет, видимо, какое-то изменение линии соприкосновения где-то в пользу русских, где-то в пользу украинцев. Москве не удалось собрать, мобилизовать каких-то значительных резервов, хотя они оголили все свои геополитические фланги для этой битвы. Ведь выведены были так называемые миротворческие контингенты из Нагорного Карабаха, чем, кстати, активно сейчас пользуются Азербайджан и Турция. Из Абхазии, Южной Осетии, даже дивизии 201-я с танджикско-афганской границы и так далее. Но такого перевеса в живой силе, который необходим для наступательной операции, у русских нет. А что касается украинской стороны, то вот те положительные политические результаты на Западе, которые выразились в снятии барьеров на представление тяжелых наступательных вооружений, они еще не успели сказаться. Вот если все то, что сейчас американцы согласны поставлять и понемногу начали поставлять, это и гаубицы, и танки, и Миги, и С-300, если бы все это было поставлено месяц назад, то у украинцев было бы очень хорошие шансы до контрнаступления. Таким образом, скорее всего, это кончится таким позиционным маневрированием, а самое интересное, это, конечно, будут политические итоги этой битвы в Москве, потому что вот эта позиционная ничья для украинцев является громадным политическим успехом, стратегическим успехом, я сказал, в Москве. Это будет восприниматься как второе поражение стратегическое после битвы за Киев, так называемый. И вот этот конфликт между Генштабом и Ставкой, классический конфликт, он был и в Ставке Гитлера, и в Ставке Сталина, он всегда возникает просто неизбежно. Он, вот, я думаю, примет какие-то острые решающие формы. Гипотетически, чем он, может быть, чреват этот конфликт после второго поражения? Потому что все говорят о том, что победы не будет здесь однозначно. Ну, ясно, что Путин никогда уже не простит этих генералов, которые вызвали сомнения его гениальности. И он, в общем, начал уже их осаживать. Но одно назначение, он же им назначил нового начальника генерала армии Дворникова. Его репутация мировая известна, он называет. Мясник Алепос, палач Сирии. Все его военное искусство, которое увенчалось там его продвижением до высшей в Российской армии званием генерал армии, героя России, это бомбардировать с воздуха или там за дна Каспийского моря, как они тоже похвалялись, ракетами сирийские города. Это палач Алеппо, он уничтожил Алеппо. И делал он это без всякого сопротивления. Не было у сунницких повстанцев и жителей мирных ни авиации, ни противовоздушных оборотов, ни даже там ракет, стинки. Ничего не было, он их безнаказанно, спокойно, по-садистски уничтожал. Вот в связи, все же заметили, что с его назначениями усилились регулярные обстрелы практически всех украинских городов. Вот это единственная тактика, которую он может. Андрей Андреевич, Дворников, как известно, использовал в Сирии химическое оружие. Будет ли он тут использовать в Украине? Так он уже, этот же дурачок, этот как его, палач Донецкий, Басурин. Он же в полной форме там своей Олечкой Скобеевой докладывал, что вот этих уродов невозможно оттуда выкрыть. Мы обращаемся, сегодня мы обратимся к химическим войскам. И он на несколько дней исчез, я думал, что его расстреляли. Потому что он выдал страшную государственную тайну российскую. Это будет иметь еще последствия серьезные, международные. Он же официально Россия еще 10 лет назад уничтожила все свои арсеналы химического оружия. А теперь, оказывается, у него есть химические войска, с которыми сотрудничает Басурин. И в тот же вечер они что-то сбросили над Азовсталем. Но, видимо, потом, испугавшись вот этой болтовни Басурина, на время прекратились эти арсеналы. Но это тоже символично, что это произошло в первый день руководства операции Дворниковым. Из Сирии он принес все свои палачевские инструменты. Безжалостные, безнаказанные бомбардерки. Но здесь они у него не будут безнаказанными. И химическое оружие. Это вот программа Путина. Вы знаете, затопление крейсера Москвы же много уже обсуждали. Я вас хотела только спросить ваше мнение об одной детали. Некоторые СМИ пишут о том, что там на борту могли быть ядерные боеголовки. И что корабль могут анонировать этот крейсер вместе с ними. Насколько это может соответствовать действительности? Скорее всего, нет. Это основанная гипотеза. Значит, там есть возможности теоретически. Там есть крылатые ракеты, на которых возможна установка ядерных боеголовок. Но установка ядерных боеголовок на крылатых ракетах какого-то заштатного крейсера, извините, для стратегических ядерных сил это заштатный крейсер, могло произойти только в случае повышения уровня готовности астрологических сил. А вот американцы за этим внимательно наблюдают, и никакого такого общего повышения они не замечали. Так что, скорее всего, этих боеголовок не было. Ну и кроме того, судя по реакции американской мидии и американских экспертов, если бы они знали, что там утонула ядерная боеголовка, было бы очень много шума по этому вопросу. А если говорить, вот если такой поверхностный аудит сделать военных сил Путина на сегодня, сколько уже, ну, примитивно говоря, потрачено, да, и вооружение, и срок вооружения тоже, и сколько осталось, насколько, вот, какой у него ресурс на сегодняшний день? Ну вот это отмечают все эксперты, это бросается в глаза украинским разведчикам военным, что, видимо, исчерпан в значительной степени ресурс вот самого современного оружия. Судя по тому, что поступают, поступают какие-то танки или военные там транспортеры производства 60-го года, откуда-то там, я не знаю, из Урал, Уст-Ириска, которые давно на складах, честно. Так что вопрос с ресурсной, базной достаточно острый. Ну вот, там, часть экспертов говорит о том, что он задумал какую-то провокацию на Пасху, он задумал провокацию, он хочет, там, перегернуть эту ситуацию для того, чтобы иметь право на многое. Что это может быть? Что он может задумать? Потому что мы знаем, что границ подлости у этого человека нет, он может задумывать все, что угодно. Вся его жизнь это сплошная провокация, как его поставили в власти, взорвав несколько домов собственными жителями в декабре 99-го года. Ну вот, все время, сегодня утром эти патриотические блогеры сообщают очень громко, вот Украина окончательно перешла красную черту. Что такое сделала Украина? Оказывается, какой-то селенец в Белгородской области был сегодня утром Боровичи, по-моему, называется, обстрелянный градом. Зачем украинцам обстрелить градом с селу Боровичи? И там было ранено трое граждан. А вот теперь весь мир ждет страшного ответа Путина. Но это стилистика, все время такие вещи будут устраиваться. Ну и, конечно, звучат же угрозы постоянные. Посольство России в Вашингтоне, вы знаете, послало ноту о том, что поставки оружия в дальнейшем могут привести к непредсказуемым последствиям. Ну и остальное вот это бла-бла-бла. Это просто угрозы или он действительно ищет повода, чтобы шандарахнуть по каким-нибудь автомобилям, которые везут оружие, по какой-нибудь колонии и так далее странно-то? Вы знаете, вот это очень-очень важный вопрос. Ну вот показательно, как ответили на эту угрозу unpredictable consequences. Ему не удостоил ответа ни Блинкин, ни замковосекретаря. Отвечал молодой мальчик Ник Перси. И отвечал он очень резко и презрительно, что вообще это никакие угрозы нас не действует, не разубедят нас в поддержке, в полной поддержке Украины. Произошло решительное изменение отношения Запада к путинскому угрозам. Произошло где-то в начале апреля. Ведь до этого же все время нас же всех раздражало. Байден встает утром и начинает. Мы никогда не пошлем своих соревнований. Мы никогда не сделаем... И очень долго расскажут, что он никогда не будет сделать. Или, наконец, этот самый... Как же его... Генеральный секретарь НАТО Столкенберг бегает на пресс-конференции. Самое главное... Вот он возглавляет мощный военный суд. Оказывается, самое главное в нашем военном суде. Ни в коем случае не допустить эскалации. Не вступить в конфронтацию с русскими. Избежать третьей мировой войны. Они все время пугались этого примитивного ядерного шантажа, который заключался в том, что... Это его стратегия, так называемой, деэскалации через ядерную эскалацию. Он понимал и не скрывал, что... Это его план победить НАТО. Это к Украине не имело никакого отношения. Про Украину... Это сейчас он начал задумываться про ядерную войну. Использование ядерного украина в Украине. А раньше, ну как? Зачем у ядерного оружия, когда он за три дня собирался брать Киев? Эта стратегия была разработана на войну с НАТО. Он понимал, что конвенциональные силы НАТО обладают большим превосходством. Но никто не представлял до этой войны, каким громадным превосходством. Что такое русская армия, теперь мир знает совершенно по-другому. Так вот, его стратегия заключалась в том, что... Ну, скажем, вторгается в Балтию. Там НАТО начинает защищать. Отжимает российские войска. А в эту минуту он встает и говорит, а вот, или вы немедленно отступите и капитулируете, или я применю тактическое ядерное оружие. Например, там уничтожу один европейский город или крупное соединение американских войск. И он был убежден, и вот его ближайший день, все эти 12 лет, были абсолютно убеждены, что Запад испугается, ответит и отступит. Ну, для этого были основания. Вот такое беззубое выведение Запада. В прежних ситуациях и в Грузии, и в 14-м году. Вот. И это продолжалось до самого недавнего времени. Но, насколько я знаю, состоялся очень серьезный разговор. Я к этому, кстати, все время призывал в своих публикациях. На чем, почему они должны бояться этого шантажа? У них это ядерное оружие как грязи. Ни в коем случае не меньше, чем от Путина. Вот позвонил председатель комитета, объединенного комитета начальника штабов МИЛИ. Я уж не знаю, Герасимов, или, может быть, Герасимов там в инфаркте, кто-то его заменяет. Мы его тоже давно не видели. И сказал ему очень простую вещь. Слушайте, генерал, вот ваш начальник все время говорит, что он применит тактическое ядерное оружие, а мы испугаемся и отступим. Вот я вам ответственно заявляю, что мы не отступим. Ответом на применение тактического ядерного оружия будет наше применение соразмерно ограниченного ядерного удара по той цели, которую мы выберем. И передайте, передайте это, пожалуйста, своему шефу. И это официальное было. И это же не слова. Это американцы создали за эти годы, они же давно шантажируют русские, новый класс оружия, маленькие боеголовки, маленькие боеголовки там от двух до пяти тонн. Потому что иначе мы попадали в дурацкую ситуацию. Путин применяет вот тактическое оружие. И после этого или уничтожать весь мир там, бросая там мегатонны на Москву и Петербург, или отступить. Нет. Ну, теперь есть другой ответ. Очень проникающий в любой бункер. Кроме того, известно, ну и они показали это во время подготовки к войне, какие у них электронные средства шпионажа. Они знают все, ну и тем более о пребывании Путина в том или ином пункте. То есть практически ему было сказано, что если ты применишь тактический ядерный оружие, ответный удар будет по тебе лично. Вот. И все изменилось. Вы знаете, и восточные страны Европы перестали бояться. Они же раньше боялись там посылать. А тут вам, оказывается, и Словакия готова, и МИГи посылать, и С-300. И никакого удара по конвоям, по... Поэтому так и презрительно с ним говорил этот мальчик, они предсказывают впоследствии. А может, еще и они угрожают, что мы будем бить по конвоям, по территориям. Не будет, потому что удар по территории Польши означает войну с НАТО. И НАТО ему ответит сначала на конвенциональном уровне, да так ответит. Ну, понятно, что... Ну, эти два месяца войны показали, что стоит российская армия. А если он применит тактическое ядерное оружие, ну, по нему и ударят тут же. Поэтому эта тема снята. Тут еще такая интересная деталь, я хотела вас спросить. Я даже сначала хотела... Сначала было запостила, а потом сняла этот материал, потому что увидела, что это 19-й год. И все же, были такие публикации, что представители Министерства обороны Британии в 19-м году говорили о готовности дать ответ на удар, если Россия применит ядерное оружие, не согласовывая его со странами НАТО. Это не только 19-й год. Это подтверждено было вот в эти дни офисом Джонсона. Вот я не нашла публикации за эти дни. Офисом Джонсона, да. Потому что вот мы переходим плавно к этой теме. Значит, ядерное оружие – это два кейса отдельных. Это использование против НАТО, в войне против НАТО. Мы с вами это разобрали. Это ему твердо показали, что за это будет ему лично. А теперь, значит, пошли же разговоры об использовании ядерного оружия в Украине. И более того, опять же, начинают тоже… Потому что вот это обещание ударить в ответ на тактическое… Оно не относится к Украине. Оно сделано от имени стран НАТО. Если ты используешь тактическое оружие против НАТО, ты получишь ответ. Украина как бы вне этого вопроса. Ну, и недавно времени и западные лидеры не озадачивались этой темой. Это нелепая казалась идея. Ну, вот Путин… Два крупных агента путинских. Один из них такой российский журналист, скажем, Караулов. А другой – это мой здесь… Редкий негодяй, надо сказать. А еще более редкий негодяй – Дмитрий Саймс. Русский агент здесь, в Вашингтоне, которого они никак не могут взять за одно место. Он все время начинает кричать «Маккартизм! Маккартизм!» И начинает выяснять его связи. Они одновременно выступили с обращением не более, не менее к украинскому народу и к президенту Зеленскому. И знаете, чему советуют они… Чему примеру они советуют последовать президенту Зеленскому? И японского императора Хирохита. Вы знаете, японский император Хирохита после бомбардировки Хиросимы принял мужественное решение. Он капитулировал. Япония капитулировала. И посмотрите, какая процветающая страна Японии. Вот давайте вы, пожалуйста, капитулируйте, а то будет очень плохо. Ведь вы же перешли к красную черту, пишет Крова. Для чего они убивают? По-моему, даже какого-то мальчика они не до смерти, но подстрелили в каком-то селе. В Белгородске мы его там демонстративно на самолете отправляли в Москву. Вот это красная черта. И теперь Путин так разозлен, что он применит ядерное оружие. Так что давайте капитулируйте. Ну вот как шантаж они это используют. Но это совершенно пустое. Потому что… Ну вот мы с вами разобрали возможность использования ядерного оружия в войне с Европой. Но там он достигал каких-то политических целей. Ему казалось, что Европа испугается и капитулирует. А что здесь? Что, ну предположим, он бросит на какой-то украинский город ядерный бум. Что это изменит в военном отношении? Ничего. Ну кроме того, что с точки зрения загрязнения, это же одновременное загрязнение там и России, и Белоруссии. И по-моему, украинцев уже ничем не запугаешь. Он уже… Это да. Я в связи с этим хочу вам сказать, вы наверняка не смотрели, но вот если мы уже заговорили о журналистах, прямо свежее интервью Собчак с Микки Рурком. И она совершенно очевидно приехала к нему в гости для того, чтобы поговорить о великом президенте Путине. Но когда после 24-го числа, а у него работает украинский помощник, такой парень Дмитрий, который с Украины… Я, кстати, у него когда-то записывала интервью. И Микки Рурк сказал следующее, что он потрясен мужеством Украины. Он сказал, что Зеленский глыбал. Он сказал, неужели они не понимают, ну Путин и все эти, что до тех пор, пока в Украине останется хоть один мужчина с оружием в руках, они никогда не победят Украину. Зачем Украина, где они уничтожат все? Ну то есть он был настолько потрясен вообще, ну а ситуация в Украине и поведением России по отношению к Украине, что он едва не плакал. Поэтому как бы Россия не активизировала своих информационных этих… Я не знаю, как их там назвать. Ну она сжигает уже всех своих… Да, вы когда-то их называли проститутками медийными. Но на самом деле в мире все отлично понимают. Что касается генералов Андрея Андреевича, ну в самом деле, говорят, Шойгу уже там 10 дней не может дозвониться, не могут дозвониться министр обороны США. Вообще нету Шойгу. А Герасимова тоже, вы говорите, нету. А где вообще, где все? Что там происходит? Ну вот эта чистка генералов, она началась. Ну, во-первых, это назначение Дворникова, во-вторых, это значение исчезновения ряда очень видных публикций. Кстати, с утра снова сегодня показывали какие-то видео, как это у вас называется, консервы с Шойгу, что он якобы существует еще. А с Герасимовым нет. Он будет менять военных и ставить вот таких же, продвигать каких-нибудь безумных полковников, таких же палачей типа Дворникова. Он будет создавать, вот после неудачи, это его план. Возможно, да, обвинить генералов в предательстве. Вот они своими разговорами поставили под сомнение цели операции и так далее. Но генерал уже тоже, это же не сталинские времена и не гитлеровские, они живут в таком информационном пространстве, они тоже понимают, что им грозит. Так что вот я думаю, у них появятся мысли как-то предупредить эту ситуацию. Так или иначе, одна из сторон должна другую ликвидировать. Вот это самый главный итог. Еще раз повторю, самый главный итог битвы за Донбасс будет не военный, военный он будет трагический, гимень граба одного количества людей, но никаких военных результатов, ты их знаешь. А политические последствия в России будут колоссальные, потому что потом, после этого уже дискуссию не отложишь. Придется отвечать на вопросы, в чем наши цели войны. Да, мы хотим уничтожить всю Украину или вот у нас другие цели. Да, но еще раз, каждый раз я хочу подчеркнуть, что я не идеализирую этих генералов. Они никакие, не демократы, не друзья Украины. Они вполне себе нормальные русские империалисты. Ну, присоединить себе там Донецкую и Луганскую область, раз бы это не империализм, да и от Херсонской они бы не отказались. Ну, наверное, ярче будет картинка, если мы скажем нашим зрителям, что фактически Путин, да, откуда он вышел? Он же начал свое управление как глава ОПГ, понимаете? Со всеми этими своими друзьями детства и так далее. Из бандитского Петербурга. Да, ОПГ всегда себя лучше чувствует, когда группа идет по беспределу, потому что они не могут существовать в условиях каких-то правил. Вот когда они идут по беспределу, тогда и начинаются эти внутривидовые разборки. И поэтому конфликт с генералами – это будет просто внутривидовая разборка, когда вожак, да, Дон, перестал соответствовать с их точки зрения, так сказать, тем критериям, которые обычно нужны в ОПГ. Вот мне кажется, как-то так у них это происходит. Ну, я не исключаю и сюрпризов. Генералы тоже, наверное, готовятся к этой схватке. В общем, основная эта битва будет не на Донбассе, а в Москве. И как раз, ну вот, такие интенсивные действия, они могут продолжать, ну, недели две максимум, просто боеприпасы иссякнут. Так что где-то вот в первой декаде мая все эти события будут разборачиваться. И вот эти события определяют и исход войны. Ну, исход войны предупределен. Украина победит, а Россия потерпит поражение. Но вопрос, какое поражение, какие последствия. И это, в мире начинают понимать, вот эта поддержка растущая, запоздавая, конечно, ужасно запоздавая, но тем не менее, растущая поддержка, она вследствие двух обстоятельств. Вот это преодоление ими страха, вот ядерного, они научились жестко с Путиным разговаривать. И второе, они понимают, что Украина вообще сражается за весь мир сейчас. В случае падения Украины он окажется на границе Европы и повторит свою знаменитую фразу «Собирайте манатки, выбирайтесь вон». И как им лучше? Им все равно придется с ним воевать. Так сейчас же громадное преимущество. Огромная территория Украины, сорокамиллионный народ и потенциально миллионная армия готовы сражаться. Как же можно потерять такой ресурс? Да, с вами трудно не согласиться. Украина действительно все равно победит, но просто тут всегда вопрос цены и лучше помочь вот прямо сейчас. А тоже много говорили о боресте Медведчука и говорили о том, что он там может много интересного рассказать. Вы тоже считаете, что он может много интересного рассказать? Мне кажется, вот тоже была еще одна ОПГ, только на территории Украины, и они там себе какие-то русские деньги воровали и делали вид, что они с кем-то борются и так далее. Или все-таки вы считаете, что это был такой серьезный противник системы, и он действительно может много рассказать. Ну что он может рассказать? Все знали, что они деньги воровали. Как эти финансовые потоки шли, кому платили? Ну назовет каких-то еще нескольких фамилий. Ну что, не знают всех этих прикормленных им политологов, этого вашего Квазимода украинского, Погребинского, певца Кремля, там Карасева. Все он назовет, на кого деньги шли. Их же судят сейчас, беседует Суркова, будут судить за растрату средств. Но если бы украинская операция Путин началась с успехом, они бы получили еще звание героев и все. Или же формально их судят за права операции, за то, что они правильно информированы. А формальное обвинение им предъявили воровство, банально. И его веншин Медведчук, это его там заставляют говорить, и жена его что-то там лопочет об обмене. Он очень не хочет в Москву. В Москве он его поставит в ту же канал. Он очень не хочет, потому что он же предлагал себя обменять на защитников Мариуполя вот на днях. Ну мало ли кого он себя предлагал. Он же будет, это будет, сейчас это дело беседы Суркова, а будет дело беседы Суркова-Медведчука о растрате этих денег. Ермак в интервью СНН, вот буквально сейчас он дал, сказал о том, что необходимо создавать новую мировую систему безопасности, в которой Украина будет играть ключевую роль. Мы с вами уже однажды обсуждали этот вопрос. И все-таки проходит время, да, и структурируются по-другому ответы на вопросы такие, которые уже давно стоят. Вот как может выглядеть, с вашей точки зрения, там по военной составляющей, по экономической, по географии, вот этот новый мировой порядок, новая архитектура безопасности. Как вы это видите? Мировой порядок и архитектура безопасности формируется после мировой войны державами-победительницами. Так было в 1918 году в Версале, так это было в 1945 году в Подсдаме. Основной державой-победительницей будет Украина. Поэтому она будет играть ведущую роль в создании этой архитектуры безопасности. Уже ее контуры просматриваются так пунктирно вот в концепции Зеленского о гарантах безопасности. Мы же не видим там в составе гарантов безопасности Венгрию, например, или Францию. Видим Британию, да. Видим Британию, видим Германию. Есть Британия, Британия. Кто? Вот сейчас все ведущие страны мира проходят тест на свое место в этой будущей системе безопасности. А тест – это степень их поддержки Украины, степень понимания того, что сегодня решается в Украине. И вот она и просматривается, что ведущими странами этой системы безопасности будут Соединенные Штаты, в Великобритании, ну, разумеется, Украина. Вот это будет большая тройка вместо той большой тройки, которая заседала в Подздаме. Потому что на старше Сталина будет тоже Зеленский заседать. Действительно так. Да. Дима Быков в одном из последних интервью сказал интервьюеру, формируется великая страна, и эта страна не Россия. Ну, то есть он сказал бы, это об Украине, это действительно так. Украина уже лидер свободного мира. Она просто за шиворот втянула Соединенные Штаты. Таким идейным, настоящим соратником была Великобритания, конечно. Это не случайно. Потому что для Великобритании это было возвращение в свою историческую молодость. В 1940 год, когда она одна сражалась против Гитлера. А так же, как Украина, одна сражается против Путина. В Великобритании оказывала наибольшую моральную помощь, и она, вот мы уже немножко коснулись этой темы, покасательно, но действительно возникла ситуация, что всем европейским странам вот этот разговор условный генерала Милли с каким-то русским генералом дал ядерные гарантии, но Украине он не дал никаких ядерных гарантий, а теперь Украина снова выступает объектом. И вот появляется Великобритания, которая первой предложила свой ядерный зонтик. Это очень смелый, очень смелый шаг. Если бы он был, какие-то предпосылки к этому было еще в 19-м году, я просто... Да, 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 были. Значит, они все время думали об этом. Нет, вот я себя сейчас корю за одну историческую ошибку. Я очень переживал за выход, за Брексит. Во многом это было путинской комбинацией. И вся эта партия выхода, как же это, Фаркат или Фаркаш был, лидер, она финансировалась Москвой. Ну, как бы раз бы... А это оказалось очень позитивным явлением. Великобритания вырвалась вот из путь европейской бюрократии. Она бы не могла такую решительную поддержку Украине оказать, оставаясь внутри ее. Вот это к лучшему оказалось. И они показали колоссальный пример Европе и всему миру. Это правда. Нет, они тянули всех. Даже те же Соединенные Штаты. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok